Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Ну что же, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам гармонии, здоровья. Я приветствую каждого человека, кто присоединился на наш канал в 2013 году. Понимаю, что присоединились вы к нам не по самым лучшим причинам и поводам. Но я надеюсь, что та информация, которую вы смогли почерпать из видеолекций, из вебинаров, помогла вам и помогает и поможет справляться с той проблемой, с которой вы обратились. Прежде всего, я хочу поблагодарить моих коллег из Института психоанализа, профессорский состав, педагогический состав, всех знакомых из Санкт-Петербурга, из Нини Бехтерева и Академии Павлова. Пожелать вам здоровья, семейного счастья и успехов в вашей профессии. Хочется поблагодарить всех наших зрителей, которые следят за нашими лекциями, за нашей работой. Спасибо вам большое, ваша поддержка и обратная связь для нас очень важна. Я лично хочу поблагодарить своих клиентов и в групповом формате, и в индивидуальном, с которыми мы долгое время работаем вместе, с кем-то закончили, с кем-то продолжаем. Спасибо вам большое, что вы выбрали меня и наш подход, и желаю вам справиться со всеми вашими сложностями, принять какие-то решения в вашей жизни, те, которые вы считаете нужными и правильными. 14-й год обещает нам интересное развитие ситуации в виде принятия закона, если его примут. Если его примут, мы надеемся, что его примут. Я думаю, что наконец-то мы закончим так долго дискутировать на тему, кто такой психотерапевт Российской Федерации. Еще раз хочется напомнить, что в цивилизованных странах, как это всегда было, есть, что психотерапия – это отрасль взаимодействия клиента и терапевта, вышедшая из психологии. Психотерапия – это процесс, основанный на психологических школах, а психиатрия – это медицина. И они сталкиваются очень плотно, но не пересекаются в сути патологии, с которой работает большая психиатрия, с которой работает психологическая концепция неврозов. Я много об этом говорил, сейчас об этом нет смысла. Поэтому надеюсь, что в 2014 году все-таки закон примут, который четко разграничит полномочия специалистов. И все-таки наши коллеги, психологи-консультанты, психологи-психотерапевты, психоаналитики наконец-то получат официальный государственный статус психотерапевт, психолог, консультант и врач. Психотерапевт и врач-психиатр. Разделят наконец-то полномочия, научатся работать во взаимодействии, и уже не будет таких странных вопросов. Конечно, в населении они останутся, потому что в населении СНГ по-прежнему психотерапевт – это врач. И неврозы, и вся картина, связанная с психотерапией – это обязательно болезнь, которая должна корректироваться психиатрией, поэтому многие и стесняются этого. Вот, надеюсь, что с 2014 года, ввиду принятия этого закона, мы все-таки наконец-то сможем до конца объяснять населению, что все-таки психотерапия и разные заявки и жалобы клиентов не обязательно, далеко не обязательно относятся к рубрике психиатрии. Это прежде всего относится к рубрике психологии и взаимоотношений, психологии личности, психологии личностно вашего характера, ваших убеждений и именно вашего мировоззрения. И психиатрия здесь никак не уместна и не нужна вам абсолютно. Вот, желаю вам всем хорошо отметить Новый год, отдохнуть. Некоторые люди спрашивают, что я могу сделать в выходные, когда вы будете в отпуске. Если вы не мой клиент, вы можете приобрести и посмотреть вебинары, которые у нас есть. Есть сборник из четырех вебинаров. Работа с мыслями и эмоциями, социофобия, невроза, сексуальные расстройства и поиск анализ внутреннего конфликта с профессором Плоткиным и мной. Он идет в блоке по 12 часов, получается этот блок. Есть отдельный блок трехчасовой. Это только практическая работа с симптоматикой, паническая атака, паническое расстройство, агорофобия, навязчивые мысли, навязчивые ритуалы. Это тоже есть отдельный вебинар, который тоже можно приобрести и работать непосредственно с симптомом. Ну а после 12 января мы продолжим работу с группами, продолжим работу с индивидуальными клиентами. Я буду продолжать развивать портал. В принципе, на последнем вебинаре я озвучил некоторые направления развития. Их будет очень много. Будут приглашенные спикеры, будут приглашенные терапевты. Я поеду в Санкт-Петербург в 2014 году, думаю, что не раз. Так что будет много интересного. Смотрите вебинары, кто хочет работать с симптоматикой персонально. Это сделано для вас. Пожалуйста, задавайте вопросы. Желаю вам еще раз понимания того, что такое невроз. Пересматривайте видео лекции. Пересматривайте вебинары. И я уверен, что если вы будете внимательны и последовательно все делать, все у вас получится. Невроз – это обратимое расстройство. А психотическая проблема, она уже необратима. Вы обращаетесь ко мне с неврозами в большинстве случаев. Поэтому имейте в виду, что так или иначе невроз победим. Вопрос касается лишь в подходе, в количестве вложенных денег и количества вложенного времени. Можно пойти не совсем по правильной дороге, потратить много денег и расстроиться. Можно пойти по правильной дороге и идти по ней достаточно долго по определенным причинам. Можно пойти по правильной дороге и правильно с этим быстрее справиться. То есть, все зависит от того, что кому ближе и какую дорожку каждый выбирает. Но нет правильной дороги априори. Для каждого она своя. Поэтому, к сожалению, или даже, наверное, к счастью, психотерапевтический выбор психотерапевта, метода – это всегда работа с неким неизвестным результатом. То есть, нет психолога-психотерапевта, который вам скажет, съешь эту таблетку, тебе будет хорошо. Каждый психотерапевт – это индивидуальность, прежде всего. И каждый метод психотерапии – это некая своя школа, своё мировоззрение. Поэтому настройтесь на то, что вам нужно будет пробовать это, это, это и это. И в целом, рано или поздно, вы найдёте своего психотерапевта, найдёте свой подход, найдёте своего человека, который вам в этом поможет, и справитесь. Это точно. Также хочется напомнить и сказать о том, что в 2014 году мной запланирован цикл интенсивов очных в Санкт-Петербурге и в Москве. Об этом вы узнаете дополнительно. Эти интенсивы будут проходить в институтах либо Санкт-Петербурга, либо города Москва. Возможно, это будут дополнительные ещё города Российской Федерации и Украины, и Белоруссии. Но сейчас, пока я вперёд далеко не забегаю, я знаю, что точно это будет Санкт-Петербург и точно это будет Москва. Об этом интенсиве вы узнаете очень подробно, немножечко попозже. Возможно, ко мне на этих интенсивах присоединятся санкт-петербургские коллеги из когнитивно-поведенческой сферы, из гештальт-сферы. Об этом вы всё узнаете немножечко попозже. Всё это будет вам озвучено. Абсолютно точно это будет моя, мой интенсив один или два дня будет в Петербурге, очный. Все, кто из Санкт-Петербурга, смогут прийти, принять участие в очень серьёзном таком большом цикле лекций и практических занятий. Это будет два дня, по 6-7 часов с обедом и в Москве, то есть два дня интенсива. Тот, кто из Москвы, наконец-то мы сможем очно обсудить, поговорить и заниматься. Но об этом всё вы узнаете немножечко попозже. Удачного всем Нового года, желаю вам всем ещё раз гармонии, здоровья. Увидимся уже в 2014 году, до встречи, пока.